Мы, наверное, сейчас будем начинать наш прикурс. Мы делаем этот прикурс впервые, поэтому могут быть накладки. Простите нас за это. Но надеемся, у нас все получится. И сначала с приветственным словом выступит заместитель и директор нашего института Александр Михайлович Рыбаков. Я думаю, что в этом году исполняется 140 лет со дня рождения основателя нашей отечественной онкологии профессора Николая Николаевича Петрова, который был не только основателем, он создал еще первый в России научно-исследовательский институт. Он первым начал применять онкологические исследования в научной практике. Можно сказать, что он первым внедрил эвристический метод познания на базе доказательной медицины, применительно к онкологии. И, безусловно, тот семинар, который будет проходить эти три дня, и на котором вы решили принять участие, он очень важен. Очень важен прежде всего для вас, потому что любое исследование должно основываться на методологии. Правильно организованный методологический подход – это успех любого конечного результата исследовательской деятельности. Оно состоит из многих аспектов, из многих позиций. Это и правильная формулировка целей и задач, это правильные подходы к методологии и организации научного исследования и эксперимента. Это необходимость правильной доказательной медицины изучения результатов и представления результатов в конечном итоге в виде выводов. И я надеюсь, что вы получите много новых знаний в течение этих трех дней, и этими знаниями с вами будут делиться ведущие отечественные и зарубежные специалисты. Мне хочется пожелать вам удачи как в нашем сегодняшнем курсе, так и в будущей вашей научно-исследовательской деятельности. Успехов вам! Спасибо, Александр Михайлович! Я очень кратко и быстро представлю тех лекторов, которые у нас сейчас здесь. Еще будут приезжать лекторы в течение сегодняшнего и завтрашнего дня и 23 числа. И мы потратим эти полчаса, мы попросим вас всех представиться и рассказать, откуда вы, какое учреждение представляете, и, может быть, пару слов о том, чем вы занимаетесь. И хотел бы для начала представить Анси Аунин. Представляет университет Тампура. Это профессор эпидемиологии, который провел немало таких курсов в разных странах мира, начиная от Китая, Америки и так далее. И также Анси занимается проблемами скрининга рака. Его можно будет услышать еще и на конференции 22 числа. Также здесь в заднем ряду есть Малком Мур, который представляет азиатский и тихоокеанский журнал «Профилактики рака». Он его главный редактор. Расскажет вам о том, как правильно планировать публикации. Есть еще Тони Чен и Емиен. Это занимается биостатистикой из университета Тайваня. И, опять-таки, говорю, еще будут приезжать лекторы, и мы с ними тоже познакомимся. И можно передать микрофон. Да, еще Алена Агафонова, которая будет проводить практические занятия, тоже представляет университет Тампоры. И мы попробуем сделать что-то в конце этого дня уже первое практическое занятие. Да, и... Сместливо? Сейчас какой-то формат есть, да, или... Ну-да, все хорошо. Да-да-да. Просто сместно можете представиться и передать микрофон, чтобы просто рассказать, кто вы, какую, откуда вы, да. Добрый день, да. Меня зовут Пешков Максим. Я представляю Федеральный научно-клинический центр Федерального медико-логического агентства НИИ физико-химической медицины. Тема научного интереса – это геномно-протомная система пациентов с раком пристательной железы. Это мультицентровое исследование. Мы... Суд Петрова является партнером по данному исследованию, да. Но мы на данном этапе находимся третий год. Это шестой этап данного исследования, когда мы выходим на этап клинической апробации и клинической валидации данных. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Татьяна Шенбрикова. Я из города Москвы, институт именно Бухина. Мы занимаемся... Наше отделение занимается раком молочной железы, в частности, хирургическое лечение, а также прогнозирование резистентности к одевантной терапии, молекулярно-генетические факторы. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Светлана Тамкович. Я из Новосибирска, институт химической биологии и фундаментальной медицины. И совместная работа идет с факультетом фундаментальной медицины МГУ. Мы занимаемся разработкой ранней невозимой диагностики рака молочной железы на основе экзосом, циркулирующих крови онкологических больных. В частности, ищем протумные маркеры и маркеры в составе микро-РНК. Спасибо. Здравствуйте. Савичева Евгения. Хирург-коллапрактолог научного городского онкологического центра Санкт-Петербурга. Я являюсь аспирантом Первого медицинского университета. Занимаюсь научной работой по теме возможности малоинвазивных хирургических вмешательств в лечение раннего рака прямой кишки. Продолжение следует... Доброе утро. Меня зовут Нурана Байрамова. Я кшер-гинеколог. И тема моего научного исследования является взаимосвязь эндометриозы и эндометриотного рака яичника. Доброе утро. Меня зовут Беркут Мария. Я клинический ординатор отделения онкоурологии Института Николая Николаевича Петрова. Но сфера моих интересов — это неадъювантная химио-гормональная терапия рака пристательной железы. Спасибо. Доброе утро, коллеги. Меня зовут Жумалиева Вера. Я представляю Казахстан, город Караганда. Онкомамолог, онкохирург. Завершаю PhD докторантуру на данный момент. И тема научного интереса — патогенетическая терапия онкологической боли. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Заваракина Татьяна. Я представляю Институт биохимической физики РАН совместно с Ронсом Неблохина. Мы проводим исследование резистентности неадъювантной химиотерапии к препаратам Платина. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Балабан. Республиканский онкологический центр имени профессора Григория Васильевича Бондаря, Донецк. Ассистент кафедры онкологии и радиологии факультета последипломного образования Донецка национального медицинского университета и ординатор первого проктологического отделения. Сфера моих интересов — это комбинированная резекция толстой кишки с инвазией в органы мочеполовой системы. Меня зовут Зыков Дмитрий. Представляю также Республиканский онкологический центр имени профессора Бондаря, город Донецк. Аспирант кафедры онкологии. Сфера интересов — это бронхопластические операции в комбинированном хирургическом комплексном лечении рака лёгкого первая-третья стадия. Добрый день. Меня зовут Козарезова Евгения, город Новосибирск. Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства. Предмет интереса — это диагностика заболеваний, возможности цитоологической диагностики рака мочевого пузыря. Добрый день. Саратов. Областной онкологический диспансер номер 2. Маргарита Куликова. Моя работа — качество жизни и отдаленные результаты больных раком щитовидной железы на фоне многузлового зоба. Всем удачного дня. Доброе утро. Представляю Петербург. Первый медицинский институт, кафедра онкологии ФПО. Находимся в городском онкодиспансере. Сфера интересов — это малоинвизивная диагностика рака лёгкого и разработка лечения местно распространённых форм. Спасибо. Доброе утро. Шамрай Дмитрий Викторович. Национальный институт рака Киев. Таракальный хирург. Однако кандидатская диссертация по экспериментальной онкологии. И звучит тема моделирования структурных изменений при моделировании предопухолевых состояний яичника крыс и их гормональная коррекция. Всем удачи. Здравствуйте все. Меня зовут Оксана Рябай. Я представляю онкологический центр «Блхена». Сфера наших интересов в нашей лаборатории является скрининг новых перспективных препаратов при лечении метастатической меланомы и также новых путей изучения резистентности. Добрый день. Усольцева Елена, врач-акушер-гинеколог. Учусь в аспирантуре СПБГУ. В настоящее время занимаюсь изучением влияния стволовых клеток эндометриального происхождения на экспериментально поврежденный эндометрий. Спасибо. Елена Горшкова. Ленинградская область. Город Тихвин. Межрайонная больница. Вот вернулась в школу, потому что у нас проблемы возникли с заболеваемостью сельского населения. И мы начали проводить исследования, но поняли, что не хватает методологии. Всего добрый день. Савченко Андрей, Красноярск. Занимаюсь иммуноонкологией. Тоже решил здесь побыть с вами. Всем удачи. Здравствуйте. Меня зовут Бутакова Полина Сергеевна. Представляю Первый медицинский институт. Не ею трансплантации и гематологии, а именно отделение госпитальных регистров. Мы занимаемся методологией и статистикой нашего института. Спасибо. Всем доброе утро. Меня зовут Минзулин Руслан. Ординатор первого года неонкологии Николая Николаевича Петрова. У меня все впереди в отношении исследований. Но планируем разработать исследования в области психологических аспектов онкологических больных. Всем хорошего дня. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я представляю Ростовский государственный медицинский университет. Я студентка пятого курса. Сфера моих научных интересов – это гематология. Спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Зайцева Юлия. Я сейчас окончила шестой курс первого медицинского Санкт-Петербургского института имени Павлова. Будущий клинический ординатор НИИ онкологии имени Петрова. И сфера моих научных интересов – это лабораторные маркеры рака. В частности, я занимаюсь эпигенетическими маркерами, такими как микро-РНК. Спасибо. Всем здравствуйте. Меня зовут Ульяна Багина. Я из города Петрозаводска. Институт высоких биомедицинских технологий Петрозаводского госуниверситета. Совместно с республиканским органодиспансером мы работаем в направлении изучения рака органов женской репродуктивной системы. В частности, в лаборатории идёт два направления – это рак молочной железы, которым занимаюсь именно я, и рак шейки матки. Мы пытаемся… Ну, уже нашли определённые онкомаркеры, и сейчас создаём комплексную тест-систему для диагностики ранней рака молочной железы. Всем спасибо. Доброе утро. Меня зовут Максим Котов. Я клинический ординатор научно-исследовательского института имени Петрова. Я с ординатором отделения опухоли головы шеи. Область научных интересов лежит в ВПЧ-ассоциированном раке ротоглотки. Также молекулярный предиктор ответа на радиоотерапию при раке щитовидной железы. Ну и побочный я являюсь руководителем технологического стартапа по разработке хирургического медицинского оборудования. Поэтому очень нужны знания в области методологии научных исследований. Спасибо. Доброе утро. Меня зовут Панченко Иван. Я представляю Ульянский государственный университет. Я являюсь ординатором первого года обучения кафедры онкологии и лучевой диагностики. Научный интерес гормонотерапии рака молочной железы, в частности, влияние андрогенов на ткань молочной железы. Доброе утро. Меня зовут Рубинчик Виктория. Я закончила Ташкентскую медицинскую академию в магистратуру по онкологии. В данный момент я не работаю, но у меня шестилетний опыт работы химиотерапевтом. Поступаю в этом году, надеюсь, в аспирантуру, поэтому поступила на данный курс для того, чтобы точно знать, что и как мне, каким образом проводить мои исследования. Спасибо. Все, да, все. Мне кажется, у нас будут еще участники, кто-то, возможно, еще не подошел. Но большое спасибо за представление. Я думаю, что мы не будем долго укладывать. Мы начнем с первой лекции. Огромная просьба участвовать в дискуссии, потому что, возможно, и лекторы будут задавать вам вопросы, или у вас какие-то вопросы возникнут к лекторам, поэтому не стесняйтесь и пользуйтесь такой возможностью, которой нечасто бывает, задать вопрос ведущим специалистам мирового уровня в их областях и участвуйте активно. Анси, я думаю, мы можем начать. Спасибо большое за представление. Спасибо за приглашение. Я очень рад сегодня быть здесь. И я буду рассказывать вам о том, как использовать эпидемиологический подход в различных клинических исследованиях. И вначале я буду говорить о каких-то вступительных вещах, об основах. И в этих три дня мы будем более подробно потом обсуждать различные темы. Итак, мы говорим о клинической эпидемиологии и о доказательной медицине. Традиционно в медицинских университетах и школах применяются традиционные подходы, диагностика, различные исследования и базовая наука, механизмы развития болезней. И обычно не задумываются, не всегда задумываются о том, как работать с пациентами, потому что то, что написано в учебниках, не всегда служит надежной основой. И как я вообще попал в эпидемиологию, я поступила в медицинский университет, и я никак не мог понять, как же поставить диагноз на основе длинного списка симптомов. И я спрашивала преподавателей, на какой логике вы основываетесь. И они говорили, что да, но с опытом после определенного времени ты сможешь это делать. И тогда рациональная диагностика и лечение Генрика Вулфа, я прочитала эту книгу, он основывал свой метод на вероятностном прогнозировании. И это помогло мне понять, как же выставлять диагноз. И для меня было определенным откровением то, что вначале нас интересуют клинические данные, клинические детали. Мы смотрим, какие симптомы есть у пациента. Естественно, симптомы очень важны, но когда вы встречаетесь с пациентом, вы должны понимать, какие у него есть ожидания. И это должно быть такое взаимодействие перед тем, как вы принимаете какое-либо решение. И на самом деле мы работаем в системе здравоохранения, не просто один на один с пациентом. Есть определенные ограничения, которые существуют в данной системе. Поэтому об этом нужно помнить. Всегда есть определенные ограничения для нашей свободы, для того, что мы можем сделать. Сегодня я буду говорить об этом, будем говорить об общих чертах систем здравоохранения. И здесь мы говорим о научном знании. Оно должно быть обязательно. Поэтому если, допустим, пациент задает вопрос, почему вы делаете вот это или вот это, вы должны обязательно концентрировать свое внимание на результатах и на достоверных фактах, на основе которых вы принимаете решения. И именно с этого и начинается доказательная медицина. Нам нужна достоверная основа, достоверные исследования, на основе которых мы принимаем решения по лечению и диагностике пациентов. И, конечно, основная идея в такой медицине – это, конечно, экспертные знания, которые здесь уже на протяжении столетий. Но в доказательной медицине нужны прямые данные, прямые данные не просто физиологии, не просто наблюдения, а именно конкретные случаи, конкретные исследования именно определенных пациентов. И именно основанные на статусе, на качестве жизни, на доходе и на других характеристиках различных пациентов. И доказательная медицина требует от нас этих знаний, которые мы получаем на основе результатов лечения и диагностики пациентов. Это первая тема, которую мы обсуждаем в рамках медицины. И вторая тема – это рандомизированные исследования. Нам нужно высокое качество проведения данных исследований, потому что они являются самым надежным инструментом получения медицинских знаний. И третий столб такой для нас заключается в следующем. То есть, да, у нас есть рандомизированные исследования. Мы создаем синтез различных данных. Нужно обязательно их рассматривать в комплексе. То есть смотреть не просто на одни какие-то результаты, а смотреть на все в комплексе. И поэтому это тоже очень важный аспект. В реальности количество медицинских исследований растет. Более одного миллиона статей медицинских публикуются каждый год. То есть это огромное количество статей и строк, которые поступают каждый день. Поэтому очень сложно следить за всем этим прогрессом. Даже если вы несколько часов посвящаете чтению, вы все равно не сможете прочитать все, что появляется в интернете. Поэтому необходим, конечно, определенный синтез. Необходим фильтр того, каков статус знаний, экспертных знаний на данный момент. Что является самым главным. И что касается иерархии, доказательств. 20 лет назад это было введено и основывается на идее того, что один из лозунгов. То есть нужно требовать обязательно доказательства, а не искать что-то выдающееся. Это основа для лечения пациентов. То есть все должно концентрироваться на мнении, на результатах исследования и на правильной форме исследования для медицины. Также исследования различных случаев. Случай-контроль, случай-случай. И также сравнительные исследования, рандомизированные, индивидуальные исследования. И это представляет собой самые надежные и достоверные факты. И наверху мета-анализ различных рандомизированных исследований. И стало ясно, что это во многом зависит, конечно же, от того, насколько надежные вам нужны данные по результатам этих исследований. И поэтому это небольшие эффекты или средние эффекты. Поэтому нам обязательно нужен мета-анализ. И там, где нам нужны многочисленные эффекты, например, большое количество пациентов с ярко выраженным эффектом, то нам не нужны такие продолжительные и периодические исследования, эффект будет налицо. Или если эффект меньше пяти, например, возможно, потребуются рандомизированные исследования. И если у нас неизлечимые заболевания, может быть, будет неэтичным проводить эти рандомизированные исследования. Это то же самое, что писать об эффективности парашютов в авиации. И для того, чтобы понять на такие... Это шутка. Конечно, не требуются рандомизированные исследования для того, чтобы понять, эффективен ли парашют. Если лечение, методика какая-то новая, то тогда, конечно, потребуются какие-то исследования. И я хотел бы показать важность рандомизированных исследований. Это достаточно традиционный анализ уровня смертности после инфаркта миокарда, вторичная профилактика. Здесь у нас представлена диаграмма более обширных и более узких исследований. И вот вы видите результаты. Не везде присутствуют эффекты. Где-то мы видим, что увеличивается количество смертных случаев, смертельных случаев. И вот где эффект смертности выражен меньше, это значит, что лечение было более эффективным. На 22 процента, например, может сокращаться риск смерти. Здесь представлено достаточно большое количество исследований. И есть кумулятивный эффект на основе всего объема этих данных. Это очень эффективно. Когда вы объединяете все исследования, можно видеть общую статистику. Видите, даже интервалы, доверительные интервалы достаточно узкие. И вы можете более точно оценивать эффект вашего лечения. Возможно, одно исследование не будет так информативно, как все эти исследования в сумме. И таким образом доказательная медицина позволяет нам более обобщенно и критично подходить к ситуации и проводить более интегрированные исследования, всеохватывающие. Есть, конечно, определенные требования. Медики должны следить за последними данными, за выходящей литературой. Они должны много читать, следовать рекомендациям, читать систематические обзоры. Они должны развивать свои навыки критической оценки. Очень важно постоянно быть в контексте, чтобы понимать, насколько достоверны, насколько пригодны к использованию результаты определенных исследований. Также важно, чтобы исследователи занимались саморазвитием, чтобы они фокусировали свое внимание на действительно важных для медицины вопросах и могли оценить точность диагностических инструментов, могли бы сделать точный прогноз, и на протяжении последующих четырех дней еще будет конференция, посвященная рентгеноскопии. Там мы поговорим о том, какие исследования, какие тесты существуют и какие зоны могут находиться в фокусе нашего внимания. Ну и, конечно, стратегии профилактики, насколько они эффективны. Это важный вопрос, такой же важный, как и само лечение, и это позволяет нам сокращать затраты и получать гораздо больше выгод, если мы осуществляем эффективную профилактику. Итак, клиническая эпидемиология – это один из способов решения этой проблемы. Это исследование возникновения исходов болезни и то, на что они влияют. Это может быть лечение, это может быть организация услуг в сфере здравоохранения, другие какие-то подходы, на которые повлияют результаты этих исследований. Может быть, какие-то прогнозные характеристики, характеристики пациентов. Также должны проводиться исследования вероятности исходов в группах пациентов. Мы собираем материал, мы систематически наблюдаем, и мы пытаемся установить вероятностные закономерности, оценить риски и вероятности. Это используется в эпидемиологии еще с 19 века, когда Пьер Андре Луи говорил о том, что без статистики мы не можем ничего существенного сделать в медицине. Реальной медицины не существует без статистики. И еще одно определение эпидемиолога – это врач общей практики, который умеет считать. Я, конечно, не хотел бы встретить врача или эпидемиолога, которые не умеют считать. Это такая своего рода клиническая алгебра, которой нужно владеть. Итак, дальше. Нужно оценивать вероятность возникновения определенной болезни. Если, например, у пациента в его карточке присутствуют эти результаты клинических исследований, достаточно часто встречаются ситуации, когда определенную болезнь никогда не пытались предсказать, не пытались предсказать ее возникновение. Вероятность возникновения определенной болезни у определенных пациентов и положительные или отрицательные результаты исследования. Какие результаты мы можем получить, проводя определенное исследование? Все это должно быть вычисляемо. Итак, также нужно понимать, что произойдет, если лечение не будет предоставлено. И, наконец, насколько мы можем улучшить такие показатели, как выживаемость, эффективность лечения, повышение качества жизни, сохранение функциональности наших пациентов и так далее. И, опять же, хотел бы обратиться к моему любимому ученому Аристотелю, который говорил о том, что науки не изучают индивидуальные случаи, и особенно это касается медицины. Поэтому в медицинском исследовании у нас никогда не фигурирует один пациент, всегда какой-то класс, какая-то категория пациентов. То есть у нас, нашим объектом исследования является такой обобщенный объект, группа пациентов. Это систематизированное знание. То же самое относится к клинической эпидемиологии. И вот эти вопросы, с которыми обычно я сталкиваюсь в рамках доказательной медицины, клинической эпидемиологии. Насколько часто возникает подобное состояние, превалирует ли оно, возможно ли выявить заболевание досрочно, на ранних стадиях, насколько точен наш диагностический инструмент, насколько точно мы можем поставить диагноз. Если мы не будем прогнозировать, каков будет исход у пациента, а также вмешательство в организм, насколько это принесет хорошие результаты для определенного пациента и каковы риски, связанные с вмешательством. Итак, диагностические тесты. У нас есть определенные характеристики, каким образом мы можем различать пациенты, у которых есть определенные признаки заболевания и нет. Это положительные и отрицательные данные. Нашего прогноза, также определенная степень чувствительности, специфика, также вероятностность, сравнительные исследования эффективности. Это все необходимо, так же как и рандомизированные исследования, а также постоянное отслеживание, мониторинг эффективности в разных больницах, сбор данных, в результате аудита, например, и так далее. И прежде всего, конечно, мы должны ориентироваться на интересы пациента, не только совершенствование каких-то медицинских показателей или диагностических инструментов. Всегда важно показать, как это связано с эффективностью для пациента. И технические моменты мы еще будем более подробно обсуждать. Вот все эти абсолютные и относительные эффекты. Относительный риск, абсолютный риск. Каким образом это сокращать? Как это соотносится? Каково соотношение между этими двумя видами риска? И почему мы иногда используем степень невероятности, а иногда степень риска? Это также будет более подробно рассмотрено в ходе нашего семинара. Итак, точность диагноза после исследования мы можем классифицировать наших пациентов, как те, у которых наблюдается болезнь, и те, у которых не наблюдается болезнь. И вот нам этот инструмент позволяет систематизировать результаты положительные, отрицательные, действительно положительные, действительно отрицательные результаты, и ненормальные, какие-то отклоняющиеся от нормы результаты, которые требуют дальнейшего исследования. Так, чувствительность, специфика. Насколько хорошо тест позволяет выявить заболеваемость, вероятность отсутствия заболеваемости и так далее. Даже если это неприменимо напрямую к пациенту, вот эти соотношения, вероятности и прочее должны применяться в отношении к самому тесту, чтобы выбрать правильную методику. Чувствительный тест с отрицательным результатом, например, используется для исключения заболеваемости. Что-то применимо больше к отдельным пациентам. Например, вероятностный показатель, степень вероятности. Здесь мы всегда объединяем разные данные и оцениваем вероятность возникновения заболевания. Так, для того, чтобы практиковать доказательную медицину, вам нужны определенные навыки, знания, способности. Я надеюсь, что все могут найти необходимую литературу и прочитать ее, но этого недостаточно. Вам нужно понимать, в чем же основное содержание, основные идеи. Также нужно уметь оценивать результаты, что они значат на самом деле. И нужно уметь оценивать эти результаты в их приложимости к современному миру, в их актуальности, если там какие-то неясности или данные точны и так далее. И, конечно, очень важно использовать эти доказательства, которые вы получаете для лечения ваших пациентов. Здесь я объединил все эти характеристики, которые вам требуются для того, чтобы работать в доказательной медицине. Это навыки, которые вам нужны для чтения медицинской литературы, умения разбираться в базах данных, умения находить терминологию для определенного типа исследования, какого степени неясности и как это может повлиять на результаты исследования. И что такое системная ошибка, что такое случайная ошибка, что такое применимость и надежность данных? Все это должно входить в сферу компетентности врача, практика и исследователя. Почему нам требуются системные обзоры? Действительно, в качестве результатов исследований наблюдаются очень большой разброс. Поэтому далеко не все результаты публикуются. Часто что-то появляется только в интернете. Поэтому всегда нужно уметь правильно определить надежность и точность результатов, которые вы находите. И вот даже умение объединить все доказательства, это уже не так просто. Ведь по каждому вопросу для исследования может быть сотни публикаций, которые нужно проанализировать. И вам нужно понимать, что вы хотите получить в результате. И в зависимости от этого, вы должны понимать, каков должен быть масштаб и с чем ваше исследование должно быть сопоставимо. Какова текущая ситуация в лечении этого заболевания. Стандартное лечение или какое-то новое лечение. И вот что касается критической оценки исследований, сейчас я поговорю больше о том, как нам нужно интерпретировать данные, насколько вы можете доверять данным исследований. И это так называемая валидность в исследованиях. То есть мы должны определить, насколько качественными являются данные исследования. У нас должны быть актуальные данные, должны быть данные, которые могут эффективно применяться. И также это должны быть новые знания. То есть есть аспект новизны. Также результаты, которые, естественно, имеют большое значение для пациентов. И действительно ли они предлагают собой надежную основу для принятия решения. И, конечно же, нужно эффективно оценивать ту литературу, которую вы читаете. И нужно посмотреть аспект обобщаемости. Насколько для конкретного вашего пациента подходят результаты данного исследования. То есть на конкретных случаях вы определяете специфику того, как будут эти результаты исследований применяться. Потому что это зависит от аспектов применения. Например, в гериатрии с точки зрения различных возрастных групп пациентов. И в рандомизированных контролируемых исследованиях нужно применять критерии инклюзивности. Потому что это также влияет на применимость результатов исследования. И, конечно же, в той обстановке, в условиях, в которых вы работаете, вы должны прежде всего оценить тот подход, который будете применять. И насколько он может быть применен в контексте конкретной вашей работы. То есть те детали, которые описаны в этом исследовании, должны быть вами проанализированы до того, как вы будете их применять. Итак, валидность. Я уже говорила о том, что бывают какие-то систематические ошибки. Бывает какое-то смещение. И это какое-то искажение, которое может происходить. То есть есть определенный фактор ошибки. И одновные типы, например, смешение информации, например, отбор и ошибки при отборе. Об этом мы еще так будем говорить об этом. И также дизайн и непосредственно исполнение, реализация этого исследования. В этом тоже может происходить определенное смещение. Всегда возникают какие-то ошибки. И вопрос в том, насколько серьезными могут быть эти ошибки или искажения. Поэтому валидность может достигаться на уровне индивидуального исследования или на основе метаанализа. Когда вы собираете вместе все данные, все равно остается какая-то вероятность ошибки. И мы сталкиваемся со сложностями. Потому что, например, может быть какая-то плохая отчетность. Не все данные поступают, сообщаются. Есть определенные инструменты, которые используются для того, чтобы это предотвратить. Так называемый способ и система Акробат. И это такой инструмент, который помогает нам обозначить и найти наиболее оптимальный и эффективный результат исследования. Также есть определенные пункты, которые опубликовало агентство по медицинской деятельности. Здесь такие аспекты, как точность, как риск какого-то смещения и ошибки. И также количество и насколько можно применять данные исследования. Также выборка, выборка отчетности. Очень часто исследователи сообщают о своих позитивных результатах, но не всегда сообщают о негативных результатах. Поэтому в публикациях мы не видим большого количества негативных результатов. Это упускается. И, естественно, меры по результатам, потому что необходимо обозначать, какой результат, какой уровень выживаемости мы ожидаем получить в случае конкретного пациента. И также пирамида, о которой я уже говорил, как должно разрабатываться исследование, как вы должны измерять результаты и различные другие индикаторы. Еще один пункт – это верность протоколу. Протокол исследования обычно публикуется заранее, потому что это помогает нам избежать какой-то выборности, например, когда публикуются только положительные результаты. И бывает какой-то, означает конфликт интересов при смещении. И в этом инструменте Cochrane Acrobat, о котором я говорил, в рандомизированных контролируемых исследованиях, они здесь приведены. Как проводится эта рандомизированная выборка и как могут происходить подобные ошибки при данном процессе, при наблюдении за пациентом. Как результаты подвергаются оценке, какие методы используются. И также, если, допустим, какие-то плохие результаты наблюдаются, то тогда это тоже подвергается оценке. Еще один важный инструмент заключается в том, что если, допустим, есть какое-то несоответствие в результатах, если есть какая-то смещенная выборка, то тогда этим результатам нельзя доверять. И есть какие-то физиологические аспекты, есть какие-то аспекты по опыту самого пациента. И также при публикации тоже могут возникать определенные случайные ошибки и определенное смещение. И мы доверяем фактам, если это действительно большой масштаб, если есть достоверная информация и если низкая вероятность системных ошибок. Если у нас нету какого-то смещения, то тогда уровень доверия возрастает. И что касается практики доказательной медицины, получаете доступ, потом оцениваете, потом применяете. То есть вы задаете конкретный вопрос и делаете акцент на определенной теме. То есть вы ограничиваете какой-то спектр вопросов, потому что так у вас будет сотни разных публикаций, и вам нужно будет все сравнивать. То есть нужно создавать пул конкретной информации, который вам нужен. То есть нужно обобщение пациентов по типам вмешательства, по типам результата данных исследований. Вот, например, если ребенок страдает от острого атита, вы должны обязательно сравнивать с компаратором, то есть так называемым препаратом сравнения, и потом сравнивать результаты. Или, например, если пациент с высоким давлением или с диабетом и вмешательство с применением лазертана, но потом компаратор, атенолол и сравнение и обобщение результатов. И определяющим вопросом является то, что это должен быть конкретный вопрос, конкретная тема, какой тип пациента, какую группу населения он представляет. Например, проблемы с сердцем у старшего поколения и вопросы госпитализации в долгосрочной перспективе и в краткосрочной перспективе, например, может применяться различные методы исследования, например, УЗИ и анализ различных симптомов. То есть нужно задавать конкретные специфические вопросы, и вы постоянно пытаетесь найти те исследования, которые будут для вас наиболее актуальными. И сейчас очень много различных баз данных, где вы можете получить информацию, и потом вы анализируете эти данные, применяете те доступные инструменты, которые у вас есть, и вы получаете оттуда из этих исследований ту необходимую информацию, которая нужна вам для принятия решений. И сейчас есть различные принципы, сейчас вроде бы 20 из них были выделены для того, чтобы создавать пул результатом, и затем уже непосредственно вы применяете те результаты, о которых вы прочитали, на конкретных пациентов. То есть вы обязательно распространяете эти знания для ваших коллег, то есть не только вы их получаете, но и стараетесь поделиться с ними, с коллегами. Это важно и с точки зрения планирования, с точки зрения сообщения пациентов, потому что пациентов тоже нужно обучать, поэтому важен сбор и распространение информации. И, естественно, в рандомизированных исследованиях особое внимание применяется к качеству, и это важно, когда вы создаете обобщение и summary данных исследований. И мы должны обязательно обращать внимание на то, насколько похожими являются исследования, можно ли из них создать такой общий пул, потому что иногда вы можете создать пул, который не будет иметь никакого смысла. И мета-анализ помогает вам измерить то, насколько эффективно могут быть применены данные результаты. И я хотела бы привести вам примеры с начала 90-х годов. Например, лечение тромба при инфаркте миокарда. Вот здесь представлены исследования, много разных исследований с 1959 до 1988. Очень большой ряд исследований был применен, и здесь приведено такое обобщение их. Но если вы проводите кумулятивный анализ, то вы можете заметить, что здесь в начале 70-х годов пул из первых 7-8 публикаций. Здесь описывается применение препарата при лечении инфаркта миокарда. Около десяток исследований было проведено, хотя на самом деле они были не нужны, потому что была уже доказательная база. В то время еще не было понятия доказательной медицины, но тем не менее они были совершенно не нужны. И это также относится и к изучению эффекта планцепа. И у нас есть определенный круг практики доказательной медицины. То есть вы формулируете вопрос, затем вы находите надежные данные, проверяете, насколько достоверными и надежными они основаны. Затем критически оцениваете их, затем применяете их и вносите изменения в клиническую практику. И затем приходите уже к оценке ваших результатов и затем формулируете новый вопрос. Обычно это может быть какая-то большая компания экспертов, которая занимается систематическим анализом, и вы можете стать членом этой группы. Нужно объединяться, если вас интересует одна тема, но у вас есть какие-то экспертные знания, навыки. И, естественно, вам нужна практика, вам нужны конкретные случаи пациентов и цифры, статистика, которые вы можете использовать вместе. То есть цель работы этой группы обычно одна и та же. Таким образом люди объединяются на основе этого. И часто один человек не может достичь успеха. Но сейчас неважно, где вы базируетесь, в Южной Африке, в Канаде, в России, вы все равно можете объединяться и работать вместе. Например, вот как может проводиться работа с публикацией, когда вы формулируете тему, и затем уже ищите по ней конкретные данные и конкретные аспекты. Доказательная медицина значит, что мы используем доказательства на основе конкретных случаев пациентов и затем применяем их в практике. Вам необходимы научные данные. Вам не нужны ваш личный опыт. Вы должны именно делать акцент на научно обоснованных данных. И на самом деле это важно для всех врачей. Они должны следовать этим результатам. Они должны оценивать те данные, которые перед ними представлены, относиться к ним критически, оценивать их. И они должны уметь интерпретировать результаты. Результаты, литература, которая приведена здесь на слайдах. Это очень полезные источники. И есть также в сайт очень полезный. Несколько сайтов. Ссылки на них вы можете видеть здесь. И здесь есть советы по тому, как можно применять данные способы. Спасибо вам за внимание. Данные в журнале являются ли это гарантией того, что не будет смещенной? Нет. Но журналы заинтересованы в каких-то новинках, в новизне исследований. Поэтому они размещают очень часто публикации. Несмотря на то, что это может быть какой-то знаменитый журнал, все равно они могут публиковать то, что на самом деле не будет валидным. То есть самое главное для них иногда опубликовать новые исследования, но не валидные исследования. Может быть какие-то примеры есть у вас публикаций наиболее надежных. Публикаций был такой грек и американец, который писал о том, почему очень многие исследования могут быть на самом деле фальшивыми. И да, есть определенные ошибки и определенный субъективизм в публикациях. И иногда бывает так, что этот конкретный результат может появиться там случайно. То есть иногда успешные публикации – это результат такого счастливого случая. И очень часто недостаточный проводится клинический анализ каких-то негативных аспектов полученных данных. То есть акцент ставится только на том положительном, что было достигнуто. Спасибо. И если, допустим, в основном анализе не привезено то, что вы ищете, та информация, это может находиться в каких-то подгруппах. Спасибо. Спасибо за лекцию. Вы слышали про ситуацию в США, когда какой-то институт провел систематический обзор, исследование, и после этого был запрос на подтверждение данных научным центрам. И только 15% научных центров прислали эти данные. То есть как вы можете прокомментировать данную ситуацию? Да, это хороший вопрос, это действительно актуальная проблема. Отчетность не всегда является полной. И с точки зрения результатов данных исследований, естественно, вы запрашиваете конкретную информацию, и вы анализируете эти данные по каким-то количественным показателям. Иногда действительно наблюдается несоответствие. Здесь у нас есть определенные ограничения по созданию пулу, пула этих данных и данных исследований и результатов. И, например, если требуются данные из рандомизированных контролируемых исследований, и вот тот инструмент, который вы упоминали, акробат, каким образом осуществляется взаимодействие, насколько они должны требовать данные, и могут ли они быть применимы в практике. Я думаю, что сейчас мы меньше сталкиваемся с этими проблемами, потому что основные журналы требуют обязательно предоставления основных данных, например, на веб-сайте, то есть если вы хотите опубликоваться в топ-журнале, в основном журнале, вы должны обязательно свои данные размещать. Я думаю, что да, это очень хорошая тенденция, и спасибо за вопрос. Есть ли у вас вопросы к аудитории? Нет, пока на данном этапе нет.